97-летняя Ольга Головкина радушно принимает гостей. Целая делегация во главе с мэром приезжает поздравить ветерана Великой Отечественной с весенним праздником. В подарок нежный букет тюльпанов, корзина продуктов от городских предприятий и самые искренние пожелания в адрес хозяйки дома. Заслуживают особого внимания со стороны как исполнительной, так и законодательной власти. И сегодня от всей души мы поздравили ветерана Великой Отечественной войны, женщин в первую очередь. Потому что это самое главное для нас люди. Заглядывают высокие гости и к Надежде Хрущинской. Здесь также неустанно звучат слова благодарности за невероятные подвиги в годы войны и пожелания долгих лет жизни. Вот эти цветы – это для вас. Это для вас. С праздником вас. Всего вам хорошего. Крепкого здоровья. Это самое главное. За плечами Надежды Яковлевны большая и достойная жизнь. Когда началась война, ей было всего 14. Доставляла ценные сведения партизанам. Но нашелся предатель. И нашу героиню вместе с мамой и маленькой сестрой арестовали. В тюрьме и лагере они прошли через настоящий ад. Фашисты морили голодом, брали у детей кровь и заставляли работать в нечеловеческих условиях. В лес повезли, в барак, чтобы зажечь нас. И уже привезли и все, пошли. Там зачем, не знаю. С мамой выскорянули оттуда. И дверь не закрыта была. Как это получилось? Я прямо не знаю. Это, наверное, Господь мне говорит. Вот так. Мы стали живы. Безвозвратно уходит целая эпоха. А вместе с ней – поколение мужественных людей, которые на себе испытали все ужасы войны. Список становится все короче. Сегодня в Бобруйске осталось всего 33 ветерана. Из них 22 женщины. И сейчас особенно важно не только дарить им заботу, но и успеть поговорить, сказать спасибо за светлое небо и мирную Беларусь. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.